Так, продолжаем разговор, продолжаем тему writing skills, которая у нас здесь в unity 1c, это уже у нас, sorry, 1e, мы уже пришли вперед уже, writing skills, и описываем my dearest friend, наших дорогих, моего самого дорогого друга, для личности, для personality, его appearance, слова, которые для этого нужны. И вот здесь мы остановились, personality and behavior. When describing someone's personality, use a variety of character adjectives and justify them with an explanation or example. Когда описывая чью-либо личность, используй разнообразие, variety прилагательных характеров, которые описывают характер, и оправдывай их, оправдывай их, подтверждение находя им, чем объяснениями или примерами. Lynn is very shy, и justification пошла. She doesn't like going to parties. Она вот не любит ходить на вечеринки, поэтому, да. If you describe negative qualities, use mild language. Используй мягкий, mild, такой терпимый, умеренный, mild, мягкий язык, как mild climate, да, умеренный климат, мягкий климат. Use tend to, склонный, seem to, кажется, is rather, скорее, can sometimes be, иногда может быть, Josh can sometimes be rather selfish, а не прямо, John is selfish, да, John может быть иногда довольно-таки эгоистичный. Вот, смягчаем. Итак, match the adjectives to their justifications, make sentences, as in the example. Energetic, easygoing, talkative, lazy, bossy, optimistic, ambitious, selfish, hot-tempered, popular. Почти всё из прошлых лет. Да, всё, собственно. И пример. Always looks on the bright side of life. Всегда смотрит на яркую сторону жизни, то есть на положительную сторону. Это optimistic. My dad is an energetic person who is always on the go. Это примерно energetic. Мой папа, он очень энергичный человек, который всегда в движении. Always on the go. Быть всегда on the go. И вот где этот пример был. Вот. Is always on the go. Вот оно, energetic. Так, never stops chatting. Никогда не перестаёт болтать. Это talkative person. Never stops chatting. Is always telling people what to do. Всегда говорит людям, что им делать. Это босси. Only cares about him herself. Переживает только о себе. Это selfish. Has lots of friends and is liked by everyone. Имеет много друзей и всем нравится. Как доллар. Popular. Isn't easily annoyed or upset. Которого нелегко разлить, обеспокоить или огорчить. Вот такой благодушный. Easy going. Это человек. Персин, да? Doesn't like working. Не любит работать. Лэйзи. Так. Четыре. Has a strong desire to be successful in life. Имеет огромное желание быть удачным, успешным в жизни. Ambitious. Амбициозно. И gets angrily easy. Легко раззеляется. Hot tempered. С горячим темпераментом. Вот. И далее задание complete with. У вас aggressive, pessimistic, generous, hardworking, outgoing, arrogant, sensitive, cheerful. Агрессивный, пессимистичный, щедрый, усердно работающий, старательный. Outgoing. Открытый человек, да? Который outgoing person. Arrogant. Высокомерный, sensitive, чувствительный и cheerful, радостный, всегда благодушный, всегда веселый. Пробуем по памяти. Так. Ben is so... He believes that a job isn't worth doing unless it's done properly. Ага. Наверное, hardworking. Ну, перфекшинист такой немножечко, да? Он полагает, что работа не стоит делать, если только она не сделана надлежащим образом. Ну, вот, очень усердный, hardworking. Перфекшинист. Там нет перфекционизма, да? Working. Alison is quite... She often picks fights with people and gets angry really easily. Агрессивный, может быть, да? Она часто задирает драки, начинает ссоры с людьми и легко становится злой, да? Разозляется. Quite aggressive. Наверное. Агрессив. Так, значит, что мы уже убрали? Агрессивный, hardworking. Джейк is the life and soul of the party and loves meeting new people. Outgoing, да, персон? Going. Любящий встречаться с людьми, ходить куда-то открытый. Он жизнь и душа вечеринки. The life and soul. Хорошее выражение. Любит встречаться с людьми. Джо is a person who always expects the worst. Он всегда худшего ожидает. Ну, скорее, реалист такой, да? Пессимистик. Таня is... She's always got a smile on her face and never lets anything get her down. Cheerful, да? Она всегда такая радостная. У нее всегда на лице улыбка и никогда не позволяет ничему ее расстроить. Молодец. I never met anyone as... Как с Салли. She's always being people... She's always buying, покупает people gifts, подарки людям. Generous. Generous. Наверное, это имеется в виду, да? Итак, что мы уже использовали. Generous. Пессимистик. Outgoing. Cheerful. Остался arrogant. Is sensitive. John is so... He thinks he's more important and better than everyone else. Вот он arrogant. Высокомерный. Он думает, что он более важный, лучше, чем все остальные. Sam is a guy. He's a great listener and seems to understand when you're feeling down. Sensitive. Чувствительный парень. Он великолепный слушательщик. То есть не можно поговорить, выговориться ему, да? И, кажется, понимает, когда тебе плохо. Хорошо. Rephrase the following using milder language. Перефразируйте, используя более мягкий язык выражения. Andy is very proud. Вы напишите как? Andy sometimes is rather proud. Или can be sometimes rather proud, да? My sister always... Горд. Гордец такой. Always behaves immaturely. Immature – это незрелый. Моя сестра всегда ведет себя незрелой. Ну, во-первых, всегда это обобщение, вряд ли всегда. Поэтому, как мы смягчаем? Мы немножечко заменяем. Sometimes my sister can be really immature. Или sometimes my sister behaves rather immaturely. Ну, то есть добавляем слово sometimes, показываем, что все-таки не всегда. Rather. И скорее, довольно-таки, maturely смягчаем слово. Так. He is terribly disorganized. Он ужасно неорганизован. Ну, terribly. Окей, можно... Опять же, что мы скажем? Sometimes he can be... Или sometimes he seems to be... Или просто he seems to be quite... Или rather... Он кажется... Временами бывает. He seems to be rather disorganized. Rather disorganized. At times, можно сказать, временами. He seems to be rather disorganized at times. Временами. Ну вот, смягчили, как могли. Match the descriptions to the adjectives. Find two descriptions in the article in exercise 2. И найди еще два описания в статье упражнений втором. Подберите описание к прилагательным. Shy, moody, confident, nervous, impatient, sensitive. Поехали. Итак. She looks people in the eye and smiles when meeting them for the first time. Она смотрит людям в глаз. В смысле, в глаза. И улыбается, когда встречает их в первый раз. Вообще-то все так должно быть. Ну, ладно. Что здесь может подойти? Ну, явно не робкая. Moody. Явно не с плохим настроением с переменами. Явно не нервная. Sensitive, чувствительная. Ну, confident, уверенная в себе. Impatient, нетерпеливая. Может быть, confident. Ну, вообще, как бы, обычное friendly поведение. Ничего здесь сверх confident. Ну, ладно. Пусть будет confident. То есть уверенная в себе, не боится людям в глаза посмотреть. Сомнительное описание. Для confident. He looks down at the floor and blushes when speaking to people he doesn't know well. Ну, тут однозначно shy. Вот тут подходит описание. Он смотрит в пол и краснеет сразу, когда разговаривает с людьми, которых он плохо знает. Сара's eyes often fill with tears when she watches sad movies. Глаза Сары часто наполняются слезами, когда она смотрит грустные фильмы. Вот она sensitive, да? Чувствительная. Не путать sensible. Помните, вот это, любите вы это путать? Sensible – это тот, который разумом управляется. Практичный человек, разумный. Sensible person, который использует свой sense в значении common sense, здравый смысл. А здесь sense – значение чувства, чувствительный. Вот. Words often confused, by the way. Sam often sits with his arms folded. Часто сидит со сложенными руками. And with a grumpy, таким man, вечно недовольным, expression on his face. Вот он у нас, moody. Майк taps his foot, стопает ножкой, and sighs вздыхает when he has to wait. Когда приходится ему ждать. Очень такой impatient, нетерпеливый. Признаки человека в ожидании стандартные, да? Body language изучайте. As well as biting her nails constantly, Anna often fidgets a lot. Так же, как и кусание ногтей постоянно, она часто дергается. Фиджет – это такой дергаться нервно, да, туда-сюда и лозить на месте. Fidgets a lot, Anna nervous. Так, и всё. И ещё там у нас в тексте, в самом exercise 2, что было? Там было описание некоторых выражений для человека. Что там было? Stubborn and determined. She tends to be very stubborn and determined. И вот это объяснение к нему. Once she made up her mind about something, no one can make her change it. И что ещё? She finds a difficult to sit still for long. She's adventurous. Вот такие вот, как in justification, да? Всегда что-то делает. Energetic and adventures. Linking words and phrases. Связывающие слова и фразы. Linkеры наши, которые соединяют предложения. Здесь любая... Ну, в основном это наречия, конечно, да? We can join descriptions of similar personal qualities by using. In addition, also, and и союзы. Вот, and это союз. Conjunction, там, and verb специально, да? Both and, moreover, as well as, etc. Вот эти словечки нам посоединяют в предложение. Одно-два предложения или части предложения. И сами предложения в абзац. Вдобавок, так же и, так, как both and, как то, так и то. Moreover, более того, as well as, так же, как и. She's both kind and helpful. Она как добра, так же и... То есть она и добра, и... Готова помочь. Полезно мне. Время готова помочь. Helpful. Более того, она никогда не теряет свой... Her temper. Она никогда не выходит из себя. Lose your temper. Это выйти из себя, разозлиться. We can join descriptions of contrasting qualities. А теперь контрастирующие союзы. But, on the other hand, на другой стороне, на другой руке, дословно. One hand, on the other hand. However, однако, nevertheless, тем не менее, in spite of this, несмотря на это, although, хотя... She's independent and knows her own mind. Она независима и знает, как это, дословно, знает свой собственный разум, знает, knows her own mind. Ну, в смысле, придерживается своих мнений. However, однако, she's sometimes very stubborn. Одна очень даже бывает упрямая иногда. То есть как контраст. С одной стороны, это хорошо, что independent, да? С другой стороны, stubborn. Well, окей. Далее упражнение на linkers. Link the sentences using appropriate words phrases. She's outgoing. Occasionally, she can be moody. Она очень, ну, как, любит встречаться, людей любит общаться, но иногда. But, occasionally, she can be moody. Это если просто соединять but, тогда occasionally с маленькой буковки будет, да? Если отдельное предложение, she's outgoing. However, occasionally, she can be moody. Либо отдельным словом. He is trustworthy and reliable. Trustworthy. Ему можно доверять, и он надёжный. Это мы положительное качество, similar, просто and. Или что-то типа in addition, as well. He is trustworthy as well as reliable. Он как trustworthy, так и reliable. She is sensitive. She tends to get upset easily. She is sensitive, и также, опять же, одинаковое качество, и также она склонна легко огорчаться. Или in addition, she tends to get upset easily. She is helpful, she tends to be immature at times. Но временами бывает очень, здесь вот, контрастирующая идея. She is helpful, but she tends to be immature at times. То есть это контрастирующая идея, любое, почти любое из этих выражений сюда может подойти, да? She tends to be immature at times. He is intelligent, he is sensible. Вот наш sensible, разумный, практичный. He is intelligent and sensible. То есть he is intelligent, moreover, более того, he is sensible. He is down to earth, приземлённый такой, да? Практичный, чётко стоящий на земле. He can sometimes be stubborn, хотя и местами. Although he can sometimes be stubborn. Здесь but, контрастирующая идея. Ну, то есть, although, вот эти все, которые противовествуют. On the other hand, he can sometimes be stubborn. Прямо. Так, теория теперь, как использовать senses in descriptions. Read the theory box and find an example of this technique in the model in exercise 3. И в третьем упражнении, в том, в той модели посмотреть, как используются эти техники. Это, так сказать, технология, приём. Используя the senses, чувства. Что вы говорите, как вы видите человека, sight, внешний вид, как бы, да? Саунд, звуковые, smell, мюховые, так сказать, taste на вкус и touch на прикосновение. Посмотрим. When describing a person, we can use our senses. Sight, зрение. Instead of saying, she's untidy, можно сказать. As you enter her room, you see her things lying everywhere. Человек сам догадается, что он untidy. Her clothes on the bed, her books on the carpet, and all of her CDs on her desk. Ну, такой типичный американский подросток. Саунд, звук. Instead of saying, she's always talking, you can say. You can always hear her chattering away. It's difficult to get a word in when you're with her. Трудно вставить слово, to get a word in, когда вы рядом с ней. Вот хорошее выражение. То есть, чтобы не говорить прямо, she's talkative. Ну, очень такая болтливая, да? Или she's always talking, это уже негативное. Навсегда болтает. Smell. Instead of saying, Uncle Harry had a great garden with lots of roses. Вы можете сказать. The scent, запах of hundreds of roses filled the air of Uncle Harry's garden. Запах сотен роз наполнял воздух сада дядюшки Гарри. Taste. Instead of saying, she was an excellent cook. Вы можете сказать. You could tell, she was an excellent cook from the first bite of her delicious crunchy biscuits. С первого же укуса, from the first bite, ее delicious, великолепно вкусных, кранчих, хрустящих печенек. Вы могли сказать, что она великолепный повар. Touch. Прикосновения. Вместо того, чтобы сказать, she had nice skin. У нее хорошая кожа. Вы можете сказать, что her skin was smooth, гладкая and silky, шелковая, like a newborn baby, как у новорожденного ребенка. Ну, как бы предполагать, что вы ее как минимум щупали. Уже странно. Ну, anyway, ну это видно, да, со стороны, если смузы и гладкая, красивая, для этого даже щупать не надо. Ну, все-таки. Поаккуратнее с touch, с прикосновениями, окей? Use the ideas in brackets to rewrite the sentences. Перепишите. Используя идеи в скобках. Anna had a quiet voice. Тихий голос она имеет. Speak. Другими словами. Anna spoke in such a soft, gentle voice that sometimes you could hardly hear her. Anna говорила таким мягким, нежным, gentle голосом, что иногда вы едва могли ее слышать. Ну, трудности с слушанием. Я вам скажу, это я проблему. У меня у самой soft, gentle voice, и постоянно напрягать его, кричать привело к ларингитам и фарингитам. Поэтому лучше вы включите наушники. Да. Так, что дальше можем перефразировать? Dave likes to be smart, clean shaven, всегда чисто выбрит, neatly combed hair, аккуратно зачесанные волосы, одевается в костюм и галстук. Он любит быть элегантным таким. Dave, как Лондон, как это, как Дэнди лондонский одет. Вот. Дэнди называли этих, да? Ну, и сейчас называют. Не, сейчас они кто? Метросексуалы, да? Или как? Dave likes to be smart. Мы переделаем в то, как он выглядит, да? То есть он всегда... Dave is clean shaven. Shaved. Shaved. Shaved – это третья форма, неправильно. Shaved. Shaved, да? И одет, и одевается, постоянно одевается. And dresses in a suit and tie. And dresses in a suit, костюм, and tie. Neatly combed hair. Куда засунем? Так, Dave is clean shaven. Так, Dave is clean shaven with... Давайте вот сюда. With neatly combed hair. Combed hair. And dresses in a suit and tie. Если здесь есть артикль, а перед вторым уже не обязательно артикль. She wore nice parfum. Она носила хорошие парфюмы. В смысле, она использовала хорошие духи. Парфюмы носим. Wear на английском. То есть она пахла всегда прекрасно. She always smelled beautifully. Smelled. Со словом smile, нюхать, пахнуть лучше даже прилагательно. Вот с этими выражениями, там все буквально штук пять, когда вот видеть, чувствовать, ощущать место наречия beautifully. Используем прилагательное. Помните? You look fine. Да, ты выглядишь прекрасно, а не finely. Поэтому у нас прилагательное. She always smiled beautiful like sweet, fresh, summer flowers. Да, как? Sweet, сладкие, свежие, летние цветы. Flowers. Ну, для тех, кто любит цветочные ароматы. Sam is always happy. Her white smile. То есть вместо того, что он просто всегда счастлив, скажем, что у него широкая улыбка на лице. Sam has, ну, always, давайте скажем так, always. Sam always has a white smile. Которая заставляет, его как бы кожу такие морщинки собирает вокруг глаз, да? A white smile that makes skin wrinkle around his eyes. The skin, кожа у нас одна, the skin, или his skin, wrinkle, собираться в морщинки. Around his eyes. Вот такое вот литературное описание получилось. I like my mom's hair. Другими словами, я люблю как бы пальцами пробежаться сквозь ее мягкие шелковые волосы. I love to run my fingers through my mom's soft silky hair. Так, she's a very loving person. Она очень любящий человек. Always touch my arm, hug me. То есть тот, кто выражает через прикосновение свое. Другие тоже, может быть, loving, но просто они по-другому выражают. Кстати, имейте в виду, все люди по-разному выражают свою affection, да? И тут в связи с того, вам это нравится или нет. Некоторые не любят, когда я вас постоянно чмокаю, да, там, или лезут обнимать. Ну, если это окей для вас, тогда скажите. She always touches my arms and... Бабушка там, например, да, вас обнимает. Или мама, или sister. My arms, или arm, and hugging me. Always touches my arms and hugs me. Или is touching my arm and is hugging me. Ну, тогда это, наверное, уже будет выражать раздражение. She's always touching my arm and hugging me. Хотя, смотря в какой контексте, не всегда раздражение. Always continuous может еще означать, что просто в описаниях иногда. Да, continuous. Angie is an excellent dancer. Move expertly to the rhythm. Она движется очень, как эксперт, то есть профессионально под ритмы. И скользит. Glides across the floor when she dances. Вот это должно получиться. Angie is an excellent dancer. Нет, мы не пишем. Мы пишем, как она движется. Angie moves expertly to the rhythm. Артикли мы сами добавляем. Под ритмы. To the rhythm. And glides. Или gliding. Rhythm gliding. Причастия. Moves expertly to the rhythm. Gliding across the floor. Просто как бы парит. Across, не парит, а скользит. Across the floor when she dances. When she dances. Вот такого что-то в таком духе у вас должно получиться. И теперь последнее, что вы должны сделать. Discuss and write. Обсудить и написать сами. Working pairs. Read the rubric. Так, прочитай вот этот кусочек, вот этот рубрик. И обсуди. Who you could describe. Кого вы можете описать. What terms you would use. Какое время будете использовать. Этот человек живет или уже не живет. How many paragraphs you would write. And what you would include in each. Что вы в каждый параграф. Я думаю, вы уже усвоили, что туда писать. You have read the following in a teenage magazine. Вы такое вот прочитали в following. Последующее, дословно, да. В тенейджерском журнале. Competition. Соревнования. Describe someone you admire and win a ticket to a club. Explain why you admire him here. Пишите. И потом объясните, почему вы восхищаетесь. 120-180 слов примерно. Стандартное такое на B2 даже. Очень даже мало, как для 11 класса. Write your answer. Answer the questions in the checklist before you hand it in. Для того, как будете вручать свое послание, проверьте по чек-листам. Checklist – это проверочный список, дословно. Checklist. Все ли вы туда включили. Что вы должны туда включить? Помимо того, что мы уже знаем. Проверьте себе. Checklist for descriptions of people. Organization. Организация письма этого послания. Артикл со статьи. Does your article have an introduction, a main body and a conclusion? Have you included clear topic sentences to introduce the main body paragraphs? То есть первый, потом пошло main body, раз, два, три, может быть, даже четыре, или даже пять. И вот introduction, вот conclusion, вот ваше main body. И обязательно между ними начинается всего что? Topic sentence, topic sentence, topic sentence, topic sentence. Ну, здесь в conclusion introduction не всегда, topic sentence получается. Linkers обязательно. Между вот этим всем у вас должны быть какие-то linkers между абзацами и в середине. Один пример, там linker, еще какой-то пример, еще какой-то linker. Have you used the correct tense throughout? По всему этому вы использовали правильные времена. Have you used the variety of adjectives and descriptive language? Достаточно ли у вас прилагательных? Потому что прилагательные наречия как раз и делают вам статью вашу descriptive описательной. Have you justified the character adjectives you have used? Вы оправдали, как бы вы доказали, подтвердили вот эти вот character adjectives, которые вы использовали. С примерами. Тут вы сказали, что она очень lively person, cheerful, а тут вы пишете, что она такая вот сидит и никуда не ходит. Это явно как отраст, это не может такого быть. Если она lively and outgoing, то вы пишите, что for example, every week she goes to the parties, бла-бла-бла. She's the life and soul. Она душа и жизнь любой вечеринки. Have you included appropriate link in words? Вот они, and mannerisms. А, вот про манеризм, кстати. Да, там мы выписывали это слово, да? Манерность или манеры, mannerisms, and used mild, ну там сейчас в другом смысле, used mild language, мягкий такой язык использовать для негативных, character descriptions, описание характера. Have you used your senses to make your character more interesting? Задействовали ли вы чувства? Вы можете слышать её напевающе, вы можете видеть, как она улыбается, вы можете чувствовать вот эти, чтобы слова были, на эмоции давили, да? Have you checked your spelling and grammar? Ну и, конечно же, spelling and grammar, когда сдают, даже не проверив орфографию, в хрубейшие ошибки, ну это уже смешно. Хотя, да, если сильно спешите, возможно, где-то допускается, вам уже не было время проверять. Но когда домашка и сдают со страшными ошибками, это показатель, скорее, вашего уже IQ, так сказать, даже больше, чем знание английского. Вот, так, ну что, вот mannerisms, допишите нам в воркбук, во множественном числе. Манеризмы – это как бы особенность, такие habitual gesture, привычные жесты, какие-то привычные образы действия этого человека, особенности его какие-то, да, features, его какие-то characteristics, peculiarities, которые вы можете описать, использовать. That's it. Значит, следующий там уже у нас пойдёт culture corner и всё такое, но нам ещё надо будет в воркбуке вот всё вот это вот writing skills закрепить. Вот такой вот длинный получился writing skills у вас. Всё, увидимся там, а потом будем уже culture corner изучать. Пока-пока.